Помните у Киплинга в Маугли мы с тобой одной крови? Как актуальна эта фраза сегодня? Ведь кровью донора, безвозмездно отдающего ее нуждающемуся человеку, воспользовалась уже не одна тысяча людей. А к процессу донации подключается все больше брещан. Процесс этот набирает обороты. Это значит, что запас донорской крови в Бресте увеличивается, а путь к безвозмездному донорству продолжается. В этом году присоединились к акции представители городских администраций. Всегда приятно осознавать то, что участвуя в данной акции, можно помочь и спасти чью-то жизнь. И это всегда ответственно, чтобы помогать людям. Если есть возможность, я всегда стараюсь в этом деле помочь, в том числе путем сдачи крови. Этот вопрос, зная, что 14 числа – международный день донора, в любом случае, соблюдаешь определенные правила для того, чтобы идти и сдать хорошую кровь. В нашей стране миллионы людей ежегодно нуждаются в переливании крови. Донорскую кровь используют во время сложных операций, тяжелых родов после аварии и пожаров, при лечении онкологических и других заболеваний. Для того, чтобы была возможность своемременно помочь людям, нуждающимся в крови или препаратах на ее основе, в центрах переливания всегда должен быть ее запас. В Беларуси на протяжении уже не одного года люди сдают кровь безвозмездно. Это каждый второй донор. В Абресской области в 2021 году зарегистрировано около 13 тысяч доноров. Из них 20% этих доноров являются донорами, которые сдали кровь впервые в жизни. Заготовлено за 2021 год 30 тысяч ретроцитных компонентов крови и около 15 тысяч плазмы. А также важным компонентом крови являются тромбоциты, которые ежегодно возрастают их потребность. И мы заготовили 5 тысяч таких доз. 450 миллилитров крови мало для донора, но так много для рецепиента. Во многих случаях это спасает человеческую жизнь. Миллионы людей в мире обязаны своей жизнью донорам крови, которых вовсе не знают и никогда не видели. По статистике каждый третий пациент, поступающий в стационарное лечение, нуждается в переливании крови и ее компонентов. За эти годы снижение безвозмездного донорства не произошло. Оно как было в районе 40-42%, так оно и остается. Это еще раз характеризует наших людей Брещины, что они очень ответственно относятся к здравоохранению. И ту помощь, которую безвозмездно оказывают, это дорогого стоит. Хочу поблагодарить всех людей, которые сегодня сдают кровь, которые вообще сдают кровь. Потому что кровь это такая субстанция, которую нельзя заменить никаким другим лекарством. Не будет крови, начнем терять людей. Так что кровь всегда должна быть у нас в несъезжаемом запасе. А благодаря людям, которые это сдают, Брестская область крови обеспечена полностью. И по полным всем, которые необходимы в заготовке, мы полностью выполняем. Зачастую, сдав кровь единожды, люди продолжают это делать и приобретают для себя новый статус – почетный донор. Тем не менее, каждый человек сам для себя принимает решение, быть донором или нет. Я являюсь почетным донором, у меня есть удостоверение, медаль. Первый раз, когда, ну это было в молодости, я когда начинал сдавать, было немножко страшновато, конечно. Но это, так сказать, более по незнанию. Потом, как этот весь процесс я все увидел, как это осмыслил, ну и уже страха такого нет. Понимаешь, что придя сюда, ты, наверное, кому-то оказываешь помощь, необходимую помощь. Поэтому эмоционально это всегда очень важно, чувствовать себя нужным и необходимым в обществе, какому-то конкретному человеку. А физически, поскольку уже сдаешь не первый год, поэтому физическое состояние тоже прекрасное. Быть донором – это почетно, ведь сдав кровь, вы определенно спасаете и спасете не одну жизнь. Так, в честь Всемирного дня донора в Брестской областной станции переливания крови прошла акция «Кровь – источник жизни», организованная совместно с социально-просветительским международным центром «Донорство – Диализ – Трансплантация». Лет пять, наверное, начали сотрудничать, нас пригласили, вот как раз областная станция переливания крови, потому что это наши, если подумать, даже братья или сестры, потому что в ком-то из нас, может быть, и их кровь. И сегодня такой день, и по традиции мы приходим уже последние лет пять, наверное, поздравлять наших, так сказать, спасителей, благодарных. И вот сегодня проходила акция, мы в благодарность приготовили небольшие подарочки. Традиционно мы еще ходим на Рождество к тем, которые еще ждут трансплантацию. В общем, занимаемся такой деятельностью. Граждане, которые желают стать донорами, могут получить всю необходимую информацию на сайте областной станции переливания крови, а также в регистратуре учреждения.